В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляевой. Сегодня у нас в гостях заведующий диспансерным отделением наркологического диспансера Андрей Тарасов. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Владимирович, сейчас проходит месячник по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. Сегодня мы с вами поговорим об алкоголизме. Какая статистика у нас сейчас в регионе? Статистика у нас в настоящий момент положительная. Сравнивая данные, за последние три года мы видим снижение потребления алкогольной продукции, снижение алкоголизации. Есть определенные достоверные показатели, достоверные маркеры. Таким достоверным показателем являются первичные психозы. Вот я хочу сказать, 17-18-19 год мы видим снижение алкогольных психозов, что свидетельство о снижении алкоголизации населения. Какой средний возраст людей сейчас злоупотребляющих алкоголем? Ну, это лица среднего возраста, чаще мужчины, но обычно из социально неблагоприятных слоев населения. То есть это вот такая основная прослойка, которая попадает к вам в диспансер? Да, совершенно верно. Как часто бывают люди, которые отравились теми или иными суррогатами? Бывает, бывает. Единственное, что лечение отравлений суррогатами алкоголь, это не совсем наша прерогатива, то есть этим занимается токсикология. Такие лица не проходят через наше учреждение. Но тем не менее это довольно опасно. Это очень опасно. И суррогатного алкоголя сейчас достаточно много. А как влияет алкоголь на физическое здоровье и какие личностные изменения происходят у таких людей? Ну, алкоголь, как любое психоактивное вещество, в том числе вызывающее зависимость, появляются личностные изменения, появляются характерные изменения, так называемые изменения личности по алкогольному типу. Что это за изменения? Когда, допустим, надо бить тревогу, если в семье кто-то злоупотребляет алкоголем? Ну, все дело в том, что вообще алкоголь в любой дозе всегда вреден. И, в общем-то, любое употребление алкоголя приносит вред. Если человек, видно, что человек становится зависимым, то есть он, может быть, чаще, чем раньше начинает употреблять алкоголь, ищет какие-то поводы для того, чтобы употребить спиртное, чаще стал пропадать, допустим, реже, ну, чаще пропадает из дома, да, появляется в состоянии алкогольного опьянения, вот здесь уже стоит бить тревогу, если мы видим такую вот отрицательную динамику. Что нужно делать? Ну, в первую очередь обратиться к специалисту. Как часто приводят к вам вот людей, которые, может быть, и не очень-то хотели бы лечиться, но вот что делать? Вот для этого существует программа мотивации. Достаточно обратиться к нам, и опытный специалист, психолог, психотерапевт будет работать с данным пациентом, будет его мотивировать на лечение. Ну, соответственно, чем больше у человека мотивации, тем положительный результат на выходе. Сейчас очень много есть способов лечения алкогольной зависимости. Давайте о них поговорим. Ну, лечение алкогольной зависимости – это достаточно такой сложный, долгий процесс. Самое главное, что строго индивидуальный подход к каждому пациенту. То есть каждый пациент, раз нароматриется индивидуально, применяется как медикаментозное лечение. Возможно, лечение в амбулаторных, в стационарных условиях. Возможно, психотерапевтическое лечение. Тут нужно смотреть индивидуально, работать с каждым пациентом индивидуально. Есть ли смысл обращаться в частную клинику? Там такое же лечение? Допустим, сейчас модно очень, так называемое кодирование. Ну, что такое кодирование, давайте вначале разберемся. То есть кодирование от алкогольной зависимости – это противорецидивное антиалкогольное лечение. Если медицинская клиника имеет лицензию на данный вид деятельности, значит, там работают врачи-специалисты, способные оказать такую услугу. А можно ли полностью избавиться от алкоголизма? Алкоголизм – тяжелое, непрерывно рецидивирующее заболевание. Поэтому избавиться можно, если лечиться, вылечить можно любое заболевание. Но надо понимать, что в плане, если мы говорим с вами об алкогольной зависимости, стойкая ремиссия может считаться выздоровлением. Насколько велика роль семьи в этом лечении заболевания? Очень велика роль семьи. Все дело в том, что человек проживает в социуме, он общается с определенным кругом лиц. И семья – это самый близкий его круг. Вот именно в семье проще человек мотивируется на какой-то результат, на положительное лечение. Так что семья огромное значение имеет, конечно же. Если мы говорим о пропаганде здорового образа жизни, вот с какого возраста она начинается? Значит, начинать надо чем раньше, тем лучше. Со школьной скамьи. То есть надо уже сразу у ребенка, у подростка прививать ему навыки здорового образа жизни. Делать так, чтобы круг его интересов выходил за, так сказать, общение во дворе. То есть чтобы у него мотивировать, опять же, человека на занятия спортом, на какие-то, чтобы у него были какие-то хобби, какие-то увлечения. Вот это все поддерживать обязательно. И, опять же, стараться содействовать его увлечениям вот этим. И тем не менее, все-таки в школы с беседами вы все-таки приходите. Да, у нас есть такая практика. То есть мы действительно проводим в школах тестирование подростков на употребление наркотических психотропных веществ. А если результат положительный, дальше как строится работа? Значит, если результат положительный, ребенок вместе с родителями приглашается в наше учреждение, где уже проходит дополнительно углубленное его обследование, дополнительно ведется беседа и с родителями, и с самим ребенком. Ну и, в общем-то, при возникновении уже признаков заболевания проводится лечение. Все-таки лучше, наверное, согласиться на такое лечение, потому что мы понимаем, что заставить лечиться вы не можете. Ну, дело в том, что лечение у нас добровольное. Да. Заставить лечиться мы не можем. Есть, конечно, определенные острые такие состояния в наркологии, когда имеет место принудительная госпитализация. Но мы сейчас за это об этом говорить не будем. Значит, если говорить о подростках, да, только с, так сказать, по желанию его и по желанию его родителей. Более того, сейчас у нас проводится программа в учреждении бесплатного анонимного тестирования подростков. То есть любой родитель может своим ребенком прийти в наше учреждение абсолютно на анонимной основе для себя, если родители что-то волнуют, будут исследовать биоматериал на содержание наркотических веществ. И дальше уже принимать самостоятельное решение. Такую мы услугу оказываем абсолютно бесплатно. То есть тестирование бесплатно, лечение уже дальше родителей? Бесплатно. Лечение дальше уже в зависимости от того, что мы будем иметь, какую стадию заболевания. Или, может быть, это было единичное употребление, когда кроме мотивационной работы и профилактической работы больше ничего не потребуется, собственно говоря. Смотреть нужно индивидуально. Но родители как обычно реагируют? Положительный результат, да, они не ожидали такого? Видите ли, разные, опять же, социальные группы населения есть, где это вот просто случайность. То есть ребенок абсолютно случайно в какой-то компании оказался неблагоприятный, вдруг употребил вот эти вот вещества. Родители что-то заметили, привели вот его на тестирование. Мы выявили биологически психоактивное вещество. Вот. Ну и, в общем-то, небольшой, так сказать, работы с ребенком бывает достаточно, чтобы он больше уже никогда не употреблял. Бывает и по-другому. Если семья социально неблагоприятная, то тут, конечно, уже нужно задействовать КДН, нужно задействовать, нажимать на другие рычаги. Но необходимо воздействие. Вот в этом плане комиссия по делам несовершеннолетних, как работает и как вы помогаете ей? Ну, как я уже сказал, в комиссию по делам несовершеннолетних на заседании комиссии приглашаются врач-психиатр-нарколог, которые участвуют в заседании, участвуют в рассмотрении вопросов, которые там решаются. И, соответственно, всегда есть возможность выявить что-то, заподозрить, пригласить дополнительно на прием. Провести углубленное обследование, выявить, есть ли здесь заболевание, какой стадии. Может быть, это только вот единичное употребление, а может быть, уже и развивается болезнь. Тогда, соответственно, назначается лечение. И все-таки вот сейчас есть ли возможность у людей прийти и бесплатно пройти это тестирование? Совершенно верно. Сейчас у нас есть программа, по которой каждый родитель, если у него есть подозрение, что его ребенок вдруг начал употреблять какие-то психоактивные вещества, может с ним абсолютно бесплатно обратиться в любое подразделение нашего учреждения и сдать там биологический материал для определения наличия в нем наркотических психотропных веществ. Это происходит на анонимной основе. То есть не обязательно даже при себе иметь паспорт. То есть просто под какой-то фамилией данная процедура проводится, никуда эти сведения не попадут. То есть родитель просто будет знать, был ли факт употребления таких веществ его ребенком. Очень рекомендую при первой же необходимости, при первом же подозрении не стесняться, а обязательно обратиться к нам для вот этого тестирования. При малейшем подозрении это снизит риск развития зависимости. В гостях программы «Городские встречи» был заведующий диспансерным отделением наркологического диспансера Андрей Тарасов. Спасибо, что пришли. Пожалуйста. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова